Всем привет, это Александр Шакиров и наша уже постоянная рубрика Junkyard. Сегодня я покажу вам довольно любопытный проект Panzar, Forged by Chaos. Это сессионная мультиплеерная игра, как они ее называют. Ну, по сути, это привычный всем мультиплеерный экшен. Только обычно сессионные игры шутерные, но здесь она больше экшен-направленности, хотя и пострелять тоже дают. Тем не менее, обратить внимание на игру я решил по той причине, что на Игромире будет чемпионат по игре с призовым фондом в миллион рублей, что, в общем-то, не так часто происходит в российской игровой индустрии. Поэтому, чтобы с азартом и интересом смотреть на борьбу за такие большие деньги, я и расскажу, как играется Panzar, в чем особенность и что здесь интересного. Первое, что бросилось мне в глаза, это качество игры. То есть, я лично не вспомню ни одной онлайновой бесплатной игры, которая выглядела бы так хорошо. CryEngine 3, это все понятно, но, как говорится, с кривыми руками можно и его испоганить. Но тут с первого взгляда можно похвалить разработчиков. Игра выглядит очень богато, ярко и сочно, что очень удивительно для современных игр. Они очень часто любят быть серыми. А онлайновые бесплатные проекты очень часто бывают с графиком мультяшного стиля, чтобы, ну, понятно, бюджет и все такое, каждый компьютер потянул. А здесь, ну, компромиссов почти нет. То есть, есть разные настройки графики, чтобы на более слабых машинах запускалось. Но, тем не менее, это достойно похвалы, то, что сделали вот качественную игру. В России вообще редко делают что-нибудь такое качественное по графической составляющей. Ну, вот Панзар очень приятное впечатление по этому поводу производит. Начать нужно с того, что игра не просто сессионная мультиплеерная игра, а еще и командная. У нас есть куча классов, прям сразу так от обилия рота открывается. Каждому классу определенная раса присвоена. Например, Берсерк, человеком не может быть, он вот у нас только борком и все тут. Берсерк — главная боевая сила, танк стоит на точке терпит, превозмогает, так сказать. Паладин — типичный хил, инквизитор — это такой рекон, который действует в тылу врага, потому что у него есть невидимость. Гномы у нас по механизмам, то есть вот у сапера есть телепортатор, мортира, паровой молот. Вот сразу у нас в меню подписано, что он играет роль поддержки. Канонир, понятное дело, у нас издалека работает. Местные представительницы слабого пола, они у нас заведуют магией. Вот здесь ледяная ведьма, которая, понятное дело, орудует ледяными спелами. И сестра огня, ну, то есть противоположность полная ей. Я покажу всё на примере Папуаса монстра без серка орка, потому что по-хорошему и поначалу играется им проще всего. И мне легче получалось зарабатывать ему очков. Я хочу быть в гуще событий, а не где-то там на задворках. Также есть, конечно, РПГ-составляющая, в которой у нас, очевидно, есть крафт, о котором говорить сейчас рано, потому что у меня не так много предметов, которые я насобирал во время битв. Газин, в котором можно разных шмоток себе напокупать. На алтаре мы прокачиваем своими персонажами. Здесь, как и в классических РПЖах, есть свои навыки. И каждый игрок будет друг от друга отличаться своим набором скиллов. Древо не сильно большое, но, в принципе, этого достаточно, чтобы создать разноплановую команду, которая может на все случаи жизни подобраться. Примерочно это местный инвентарь. Мы можем одеть все свои шмотки, покрасить их, прически себе менять, если вы не хотите быть похожим совсем на остальные. А общество, это, понятное дело, чат, кланы, и это уже будет после, если вы втянетесь в игру и уже будете участвовать в сражениях, вот как за миллион рублей. Сверху у нас описаны параметры, которые есть у любого персонажа. Мастерство — это физические умения, то есть насколько сильно бьем мы своей большой дубиной. Здоровье, очевидно, мана тоже очевидна, энергия, она тратится на бег и на какие-то сильные удары. Ну, в общем, хватит уже разговоров, а меню — это все, на самом деле, больше потом пригодится, потому что поначалу мало всего дают, одеться не во что. Но если вам, конечно, не хочется первого уровня начинать, можете заплатить денег, и сразу у тебя 10-го, 20-го, 30-го левела прям в самой гуще событий побывать и в настоящих разборках клановых, в которых все веселье-то и происходит, на самом деле, потому что на начальных уровнях тут просто какая-то мясорубка происходит, которую я сейчас вам продемонстрирую с моим чудо-орком. Орки здесь похожи на орангунтанов, на самом деле, только зеленого цвета почему-то, видимо, заболели, а так они белые и пушистые. Режимов в игре несколько, но на самом деле это все вариации удержания точки, то есть в центре карты есть определенный круг, который нужно удерживать. Чем дольше ваша команда из 10 человек удерживает его, тем больше вам капает очков. Понятное дело, за убийство игроков другой команды вам дают по одному очку, а они теряют одну очку. Вот здесь, видите, у нас довольно простая карта зал гранитных предков и самый начальный режим доминация, которым не нужно задумываться вообще, что делать. Главное, беги в центр и дубайся всех налево и направо. Но это только орка, потому что остальные должны некоторую поддержку предоставлять, потому что магически, понятное дело, в центр бежать особо не надо, кроме ледяных ведьм, которые могут всех вокруг заморозить и насолить сильные этому команды. Гномы ставят турели, инквизиторы идут в тыл врага, а мы, как зеленый убийца, лезем в центр. Я пытаюсь отбить центр, потому что у нас, по ходу дела, оказалось, что орков-то и нет почти. И я бесславно погиб. 9 на 10, это, честно говоря, не самый лучший расклад для нас. Из самого старта я вешаю себе единственные активные иски, которые мне пока доступны, это бешенство, бешерк, орк же. Он в гущу событий лезет и дубинкой всем раздает пиндели. Понятное дело, в центре должен стоять танк, который терпит. А вот я всего лишь в берсерке, как раз должен быть самой главной ударной силой в авангарде. Куда лезет наш танк, я, честно говоря, не понимаю. Кого хрена он меня бросил здесь, на центре. Я убиваться-то смогу, но недолго. Видите, по нам еще работают постоянно пулеметы гномов. Ледная ведьма моя помогла мне, конечно, заморозить супостата, но вот я не успел сообразить, он мне дал пыню. Я пытаюсь отбиваться от троих, но это бестолковая ситуация. Без команды, в отличие, никто, одному ничего не сделает. Хотя бы два орка должны на центре быть. Один танк, другой берсерк. И так бы мы потихонечку из них двух-то выбивали. Несмотря на то, что карта маленькая, и действие для меня все происходит в основном на центре, для других игроков расклад меняется. Потому что они успевают и в тыл врага заходить, саботировать процесс. Они выносят пушки, хило давят. Посередине можно ставить еще заслон, который будет не давать врагам пробиваться. Контрольные точки. Если повезет, то гномы могут накопаться там, и это просто смерть будет, потому что они отстреливаются еще, если орки будут отбиваться. Это получится целая база оперативная, и оттуда выбить будет кого-то сильно трудно. Но вот видите, у нас команда неслажная вообще. Где-то единственный орк, кроме меня, ошивается. И, честно говоря, я считаю, что мы скоро проиграем. У нас уже красная команда ведет. Пока в круге находится хоть кто-то из команды противников, очки команды не начисляются, поэтому нужно всех оттуда выбрасывать, как только можно сильнее. У орка можно также прокачать и дальнюю атаку, то есть он будет швыряться камнями, и это будет превращаться почти в шутер. На самом деле в шутер превращается больше у гномов, которые сидят на турельках. И вот если гном сейчас окопается здесь, нам просто крантец с самого начала. Похоже, надо начинать заново все. Меня заморозили, раздолбили. И вот команда хорошо работает, сразу видно, что люди знают, что делать. Ну, во-первых, уровень их-то такое постоянно встречается, потому что новички все-таки. Я хоть там пару сессий провел, понимаю, что происходит, а вот некоторые... Где мои орки тусуются? Где? Не понимаю. На других режимах, кстати, карты несколько больше, да и на доминации тоже есть более разветвленные карты. Просто вот такая вот начальная, которой легче разбираться в механике игры, в концепции, как строить свою защиту, нападения и так далее. Тактические возможности и разнообразие ситуаций до чертища, несмотря что большую часть времени я, как орг, провожу в центре всей битвы. Просто всего остального вы, честно говоря, не видите. Матч складывается, опять же, в не нашу сторону. Если 500 очков набрано, то все, мы сразу проигрываем. Даже время не успеет закончить. К этому все и идет. Разбивают нас в плоти, потому что я ничего не могу сделать. Я не сказать, что такой профессиональный игрок в эту игру сам начал буквально несколько дней назад. И хотел бы отметить, опять же, на примере дизайна уровней, дизайна локации, визуальной составляющей, насколько красиво все выглядит. Понимаешь, что некогда это все рассматривать, но тем не менее, надо отдать должное, что красивых таких уровней и локаций я давно не припомню в мультиплеерных играх. Но вот мы, безусловно, проиграли. С позорным счетом, минут 9 против 10. Видимо, кто-то у нас ливнул посреди боя. Или не было, честно говоря, уже не помню. Получилось все плохо. Тем не менее, по окончанию матча нам даются очки, деньги и предметы для нашего крафта. Мы можем собирать себе, к слову говоря, как в любой RPG бутылочки, которым нам могут в определенный момент в бою очень помочь. Ну, на доминации вообще очень мало лут дается. Я недавно боролся за кристаллы. Команды постоянно менялись обороной и атакой. И там получилось, правда, за выигрыш, но охапка такая большая. Предметов, из которых я мог что-нибудь создать. Напомню, что создавать можно не только бутылки, но и оружие. Видите, можно себе беременную дробилу какую-то создать. Буду убивать еще больше и всем черепа кроить, как настоящий орк, а тут какой-то новобранец пока. Напомню, что показываю за оркой я только потому, что им проще играть сначала. Можно сказать, со стороны всех особенностей, магии там и технологий. Посмотреть, как это происходит, как люди действуют, какую тактику вырабатывать. Потому что орка все-таки она более простая, а с остальными классами там все хитрее намного. Вот новая карта. Режим такой же. Нас просят держать контрольную точку и, к слову говоря, отличается она очень сильно визуально. Опять же, хочу заметить, что какое разнообразие есть. Предыдущий лес больше был на славянские мотивы, а здесь тропки с пальмами, лианами и монстерами. И я посреди боя прямо влился в команду и просто набираю очки повсю. То есть, правда, одного орка убить, который явно умнее меня. Нет, не умею, получил больше, чем я. И вот сейчас приводится от дурацких импозиторов отбиваться от пулеметов больше, чем от главной ударной силы, как я сказал до этого. Ведь иногда и они помогают непосредственно в гуще всей. По этой карте, на самом деле, видно, что она чуть больше разветвленная. То есть, не просто круг. И вот здесь куча всего есть. Какие-то чудо-растения растут непонятные. Болото настоящее. И можно даже умереть, когда кто-то за тобой погнался по какой-то причине. И сам полег. Вот, кстати, не замечал этого. И здесь есть некоторое возвышение, на котором обычно стоят все стреляющие юниты. Какие-то глупые, на самом деле, у меня сейчас партийцы не знают, что делать. Надо обороняться, а они куда-то уходят. Еще бьют кого-то не того. К слову говоря, если вы потерялись на карте и не знаете, где свой, где чужой, кроме цвета никнеймов, можно смотреть по флагам сзади персонажей. То есть, вот, видите, в маленьком ущере стоял орк, который с флагом красным. Это значит, кто-то враг. Цвет флага соответственный цвету команды. А над вашими спортийцами нет никакого флага, чтобы не запутаться. По первости, я, на самом деле, в этой каше все и сам терялся, но потом привык. И вот теперь понимаю, хоть кого и где бить. Обороняем точку. Что интересно, на этой арене все как-то сместилось в периферию больше, чем в центре. Редко попадалось в такие вещи. Слушайте, а тут я молодец. Несмотря на то, что это было не начало матча, я достойно выступил, помогая своей команде долгожданной победы добиться. Также стоит похвалить Панзару за то, что они сделали автофильтр на чат. То есть, большая часть матерных слов заменяется символами. И это прям радость для меня, потому что я очень не люблю, когда это происходит, превращаясь в какой-то тупой балаган, в котором все матерятся, кричат, друг друга ругают. А вот так происходит обычно режим доминации. Куча мала. Все против всех, ну, конечно, командами. Здесь, в общем-то, все сейчас быстро разрешится. Включительные варды ставят гномы. Это уже все бесполезно. Припомбасов у них много, но мы все равно победили. Конечно, не без их помощи. Но это можно закончить, потому что в целом геймплей понятен. Командные взаимодействия, причем с таким количеством классов, которых в большинстве сессионных игр не увидишь. Крепкая RPG, составляющая сочный визуальный ряд, разнообразные карты режимов. Я, как я говорю, показал только доминацию, а дальше там есть на себе вариации захвата точек. И на арене не менее разнообразные. Я же говорю, недавно бился за кристаллы. Там команды постоянно менялись ролями. Уже действительно серьезная командная игра видна издалека. Когда вокруг точки бегали хилы, и пока мы их не убили, толку от любого орка никакого не было. Небольшое количество волшебниц и гномов воевали где-то с верхней позиции, отстреливаясь большую часть премии. Ну, то есть напряженные матчи, несмотря на то, что они идут целых полчаса. С самого начала мне казалось этого многовато, но на самом деле вполне нормальное количество времени. Успеваешь разобраться и успеваешь что-то сделать. И постоянный перевес то в одну, то в другую сторону. Порой бывает безумно напряженно. С первого взгляда пожурить игру-то можно за управление. Например, здесь нельзя инвертировать управление мыши. То есть я с Хексона второго играю с инверсией. И вот, честно говоря, по анзарту что-то промахнули, когда они поставили эту инверсию. И почему-то чувствительность мыши тоже нельзя поправить. Честно говоря, обидно. Но, надеюсь, они в будущем это все-таки поправят. В целом, неожиданно качественный проект. Я, честно говоря, не думал, что может быть такое. Опять же, от российских разработчиков. Конечно, я с удовольствием увидел из этого не сессионную игру, а сингл. Ну, я больше люблю именно сингл. Одиночная кампания, сюжет, все такое. Но в таком виде хотя бы игра смогла выйти. А в противном случае, там, ее задавил кризис, еще что-нибудь случилось. И она бы не добралась до виртуальных, скажем так, прилавков. Напомню, что игра, в общем-то, бесплатная. И все завязано на микротрансакциях. Но, тем не менее, видите, в магазине можно купить за 10 кристаллов новую дубинку. Но также всегда ее можно искрафтить. Вроде как не мешает. Уровень можете сразу себе купить, например, на начальных этапах. Предлагают, там, бусты. Все как обычно, все как в привычных фритоплей играх. Но, тем не менее, играть это не мешает. Единственное, что прокачиваться, как всегда, сильно дольше приходится. Но нельзя, опять же, забывать, что качественно сделанную игру, без глюков, без косяков графических, приятно выглядящую. Многие игроки ругаются на мультяшную графику, а вот здесь ее нет. Это уже хорошо, уже круто. Плюс ко всему, качественные текстуры, которые на PC-шных играх редко встретишь. Потому что большую часть изначально разрабатывается на консолях, потом ругаются на мультяшную графику. Здесь этого нет. То есть, чисто PC-шная разработка. А для бесплатной игры онлайн довольно-таки необычно. Поэтому, если вам действительно игра понравилась, я не вижу ничего плохого со стороны разработчиков, что они хотят заработать деньги. Поэтому микротранзакции, они не отъемли мои части. Иначе, говорю, вообще игра бы не вышла. Или вообще бы ее никто не купил. Знаем мы вас. Скачайте все с тарентов. Таким образом, разработчики как-то делают себе подушку безопасности. Играть можете бесплатно, но, я говорю, опять же, если вы серьезно хотите заняться панзаром, клановые войны и все такое, за миллионы бороться вам все-таки придется платить деньги, как и за любое в этом мире. Бесплатный сыр, как говорится, только в мышеловке. Панзар, можно сказать, такая же мышеловка. Если она вас зацепила на крючок, то ничего не поделаешь. На этом у меня все. Удачных вам сражений, если вы захотите попробовать игру. Пока. Бум! Хватит пялиться! Играть иди!